Сельхозпродукция, пожалуй, основа экспорта алтайских компаний. Гречиху, бобовые, ячмень, масличные культуры с большим удовольствием закупают Китай, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Монголия и другие дружественные страны. Несмотря на сложную обстановку в мире, продукцию некоторых алтайских компаний по-прежнему поставляют в Польшу, Болгарию, Чехию. Один из победителей конкурса экспортеров этого года, говорит, осваивают и новые рынки сбыта продукции. В этом году мы активно для себя открыли новое направление. Это Азербайджан, это Узбекистан по готовой продукции. В основной объем туда идет красная шлифованная чечевица. Также в этом году мы активно двигаемся в сторону Китая. Практически все компании региона за последние пару лет полностью переориентировались с рынков Европы на азиатские. В Китае, пожалуй, экспортируют больше всего. Как рассказал еще один участник конкурса, объемы экспорта только в 2023 году выросли на 200%. Но есть и проблемы, прежде всего с платежами. На сегодня действительно это большая проблема. Но я думаю, Владимир Владимирович у нас ездил в Китай, и этот вопрос рано или поздно снимется. Но давление есть, сложности есть, но и пути есть. До кризиса у нас был один расчетный счет, после кризиса у нас их семь. Сейчас восьмой, девятый открываем. То есть мы открываем новые расчетные счета, выищем банки, которые не под санкциями, и постоянно пытаемся рассчитываться. Также банки сейчас предлагают новые схемы расчетов, это типа криптовалют. Новые направления, которые активно разрабатывают многие компании – экспорт растительных масел. Скоро будут построены собственные маслозаводы. На зарубежном рынке есть спрос, значит и предложение будет. На уровне региона экспортеров стараются всячески поддерживать. Объем экспорта растет, и это взаимовыгодно. К примеру, фонд развития края предоставляет компаниям льготные займы. Постоянно правительством края организуются бизнес-миссии, дружественные страны, в ходе которых наши предприятия встречаются с контрагентами, с партнерами, с целым, с предприятиями, к которым они проявляют интерес. Один из способов поддержки – конкурс на звание лучшего экспортера. Оба героя нашего сюжета стали его победителями в своих номинациях. А это не только дипломы и призы, но и возможность участвовать и побеждать в окружном и федеральном конкурсах. Татьяна Голубева, Владислав Ковалев. День с толком.